Что мы можем делать с собою? Каждый человек может в состоянии медитации, когда он наблюдает за внутренними процессами, обнаружить какие-то незрелые вот эти объекты. Их можно назвать там, ну, будем их называть незрелые объекты. Хотя их называют детки, холодайны, как угодно. Но не существует общепринятый термин. Вы можете дома сами с собою работать и довести их до зрелого состояния. И таким образом блок уходит и полностью меняется вокруг события в вашей жизни. Но сегодня мы будем работать с другим человеком. Дело в том, что сейчас есть новые исследования ученых в области мозга. И этих исследований несколько, их все больше. И они шокируют своей новой картиной того, как работает психика и сознание. Одно из таких исследований, это были 1990-е годы. Это открытие зеркальных нейронов, их так назвали. Моторные, которые рассеяны, и они могут быть в любом месте тела висит. Например, в сердце они могут быть. Могут быть у мозгу, могут быть в моторных зонах, лобных зонах. Они есть у животных высших, у певчих, птиц и так далее. Особенно зеркальных нейронов то, что они отражают то, что происходит рядом с другим, например, человеком или с другим существом. Например, певчие птицы могут повторять песню, которую услышали, благодаря своим зеркальным нейронам. И эти зеркальные нейроны просто полностью отражают то, что происходит рядом. Поэтому мы можем проводить работу психологическую, в том числе и квантовыми методами, с другим человеком. Например, со своим ребенком. Если ребенку плохо, то мы можем включить свою психику, узнать, какие чувства у нас вызывает то, что ребенку плохо. Или он запутался, или он заболел, или что-то с ним произошло. Работать на своей собственной территории психики. И при этом через зеркальные нейроны мы будем полностью менять жизнь этого ребенка своего. Это то, о чем нам говорят святые. Найди свет, гармонию внутри себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Когда об этом говорил Серафим Саровский в конце XVIII века, он, конечно, не использовал понятия зеркальных нейронов. Но он про них, конечно, знал. Потому что божественные знания открываются всем святым. Второе исследование в этой же области, которую мы можем назвать квантовая психология. Это концепция внутренней GPS, или так называемые координатные нейроны. Оказывается, что эти фигуры, которые мы видим, например, когда несчастье с ребенком произошло, или какой-то блок в нашей жизни произошел. Когда мы видим внутри эти незрелые фигуры, которые собраны нейронами, которые не смогли сигнал дальше провести. Когда мы видим эти фигуры, то эти фигуры оказываются расположенными в пространстве. Если вы закроете глаза, вы всегда представите образ другого человека. Он стоит слева, справа, спереди, сзади. Всегда есть некое пространство. И за это отвечают координатные нейроны в мозгу человека. Они тоже нас соединяют с нашим близким человеком, кому мы хотим помочь. Итак, мы сегодня будем использовать механизмы нервной системы, механизмы мозга, механизмы мозговой деятельности. И будем использовать законы квантовой психологии. Прежде чем мы приступим, давайте сделаем чек-лист.